Бывает погода нелетная. В такие дни часто накатывает грусть и портится настроение. Хочется закутаться в мягкий плед с приятной книжкой. А с какой, я вам сейчас расскажу в рубрике совсем обозрела. Вот этот сборник так и называется «Лекарства от меланхолии». В книжке собраны рассказы Рея Брэдбери, которые он написал с 48 по 59 года прошлого века. Меня издание привлекло обложкой и известным автором. Рассказы Рея Брэдбери, как и положено, лаконичные и очень разноплановые. В одних мы переносимся в будущее и на другие планеты. В других уже вспоминаем прошлое или гуляем по морскому побережью. Сборник примечателен тем, что автор фокусируется на психологии. Каждый рассказ затрагивает какую-то деталь или свойства человеческой натуры, а значит не оставит равнодушным и читателя. Сразу несколько произведений посвящены искусству и его роли в жизни человека. В одном из реалистичных рассказов герой случайно встречается с Пикассо и наблюдает за процессом создания картины на песке. В другом, уже футуристическом, показано, как люди будущего ненавидят шедевры прошлого. Например, уничтожают Мону Лизу кисти Леонардо да Винчи и лишь один мальчик спасает кусочек холста с улыбкой Джоконды. Это знак того, что не все потеряно. Мне особенно запомнился рассказ «Чудесный костюм цвета сливочного мороженого». О том, как шестеро мужчин купили один красивый костюм на всех и договаривались, чья очередь надевать наряд. Ситуация забавная и заставляет задуматься, почему так произошло, как ведут себя герои, на чьей стороне симпатия и много других вопросов, на которые предстоит ответить читателю. Итак, в каждом рассказе сборника есть над чем подумать. Предлагаю не хандрить, а лечиться от меланхолии с помощью литературы. С вами была рубрика «Совсем обозрела». До свидания, а я продолжу.